В Ташкенте состоялась презентация целого ряда тяжелых машин марки КАМАЗ узбекского производства. Это автосамосвалы, различные грузоподъемности, тягачи, спецтехника, рефрижераторы. Всего 11 видов с мощностью от 240 до 401 л.с. Собираются они на заводе УЗАвтотрейлер. Все грузовики отвечают экологическим нормам. Евро-3, Евро-4 и Евро-5. И среди них есть по-настоящему уникальные по своим особенностям модели. Ну о них мы поговорим чуть позже. А пока пару вопросов я хочу задать нашему гостю у нас в студии. Директор департамента экономического планирования и финансов общества с ограниченной ответственностью УЗАвтотрейлер. Фирус Ибрагимов. Здравствуйте, Фирус. Здравствуйте, Юлия. И у меня к вам первый вопрос. Чем обосновывается необходимость производства подобных грузовиков у нас в республике? На сегодняшний день экономика Узбекистана динамично развивается. Развиваются строительные индустрии, растут объемы грузоперевозов. Соответственно, возрастает спрос на автотранспортные средства, в частности на большегрузные машины. На сегодняшний день данное решение было актуальным, так как мы получаем качественный, современный, а главное проверенный временным продукт, произведенный в Узбекистане. Вы говорили о том, что ваши грузовики уникальны. А в чем заключается эта уникальность? Уникальность наших грузовиков заключается в том, что у нас на предприятии производится КАМАЗ-НЕО. Это тягач последнего поколения, отвечающий стандартам Евро-5, разработанный компанией Daimler AG совместно КАМАЗ. И он производится на нашем предприятии. Также на примере автосамосвала были сделаны разработки самосвальных кузовов Узавтотрейлер повышенной вместимости, которые тоже на сегодняшний день являются уникальными на рынке. Планируется увеличение уровня локализации и импортозамещения. Но теперь-то мы можем участвовать в ралли Париж-Дакар? Я думаю, сегодня данный вопрос я не смогу на него ответить, но у нас в планах такое есть. Ну а теперь смотрим наш сюжет. Вот он первый КАМАЗ, произведенный в Узбекистане. Всего чуть меньше года прошло с момента договоренности о совместной сборке этих легендарных грузовых автомобилей. Напомним, к такому соглашению пришли в ходе государственного визита президента Шавката Мерзиоева в Российскую Федерацию в апреле прошлого года. А уже с начала этого выпущено 100 единиц тяжелой машины. Началась подготовка проекта. В короткий промежуток времени было подписано соглашение, зачем заключен контракт на сборку первых 450 автомобилей на заводе в Самархане. Задачи справились. Вы видели сегодня, что техника стоит. Она уже имеет часть локализации. Кроме сборки, это платформа собрана на местном заводе. И мы будем продолжать эту работу дальше. О возможностях предприятия говорили на брифинге перед большой презентацией. И так, в настоящее время на производственной площадке в Джамбайском районе Самарханда осуществляется порядка 11 видов КАМАЗ грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Под капотом от 240 до порядка 400 лошадиных сил. Сегодня производственная мощность заводу УЗАвтотрейлер. Полторы тысячи машин в год, а в планах увеличить показатель вдвое. Для нас сегодня это очень важный день, потому что КАМАЗ всегда интересовался рынком Узбекистана. Наверное, то, что быстро все происходит. Вы в Узбекистане за короткий промежуток времени создали полноценный автопром. Да, там практически можно стартовать сразу. Буквально за три месяца уже произведена первая сборка. Вот, и, наверное, нам очень приятно, что мы ошиблись в объеме рынка. То есть мы рассчитывали на меньшие объемы, когда первые автомобили собраны. Увидели, как реагирует потребитель и как быстро восстанавливается рынок Узбекистана и как нужны автомобили здесь. Сегодня мы уже рассуждаем на тему об увеличении объемов. КАМАЗы отечественного производства ориентированы не только на внутренний рынок. В списке потенциальных покупателей страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.